МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сочи принимает съезд Российского автотранспортного союза. Безопасность и повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности одни из главных тем. В Сочи сегодня чествовали заслуженного учителя Вере Шибаловой 90. Из них почти шесть десятков лет она отдала отрасли образования. Вот оно какое эко-лето. В Сочи на всех 145 детских площадках проходят экологические акции. Школьники пополняют зеленую копилку курорта. Краснодар стал центром международных отношений. Накануне в город прилетели министры иностранных дел Германии и России. Подробности и цели визита в нашем сюжете. Зигмара Габриэля в аэропорту встречал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Вместе с Сергеем Лавровым они отправились на конференцию городов-партнеров России и Германии, которая стартовала в Кубанской столице. Основное внимание направлено на сотрудничество между регионами двух стран от экономических связей до культурного обмена. Прежде всего хотел бы поблагодарить руководство Краснодарского края за оказанный нам теплый прием, гостеприимство. И очень приятно, что у меня есть возможность вместе с руководством края, с руководством города поприветствовать здесь моего немецкого коллегу Зигмара Габриэля. В нынешней ситуации в Европе, когда отношения между нашими государствами переживают, давайте прямо скажем, не самые лучшие времена, такое деполитизированное сотрудничество, важное подспорье в деле поддержания атмосферы доверия и взаимопонимания между народами и странами. По-прежнему мы открыты для тесной координации усилий в интересах укрепления европейской безопасности, за которую наши страны несут повышенную ответственность. Открыты к совместному противодействию глобальным вызовам и угрозам, прежде всего, конечно, противодействию международному терроризму и экстремизму. Вопреки всем политическим трудностям, которые существуют между нашими странами, насколько прочны и широкие отношения между людьми наших стран. Первый факт связан с тем, что когда немец, который приезжает сюда в Краснодар, впечатлен экономической динамикой этого региона. То, что международный форум проходит на уровне руководителей Министерств иностранных дел, говорит о сближении в отношениях двух стран, несмотря на неустойчивую политическую повестку. В этом нуждаются жители обеих стран, заметил Зигмар Габриэль. Поэтому необходимо развивать сотрудничество на уровне городов и районов. Важно, что взаимодействие между Краснодарским краем и немецкими городами-побративами и в целом Германией не ограничивается только культурной сферой. Они давно уже перешли в практическую плоскость. Первой в России зарубежной компанией, с которой был подписан специальный инвестиционный контракт, была немецкая компания «Класс». Это говорит о качестве наших отношений, нацеленных, в первую очередь, на результат. В Краснодарском крае регулярно бывают бизнес-миссии из Германии, мы ведем работу по улучшению делового климата, делаем все, чтобы инвесторам было комфортно, удобно и уютно в нашем регионе. Уверен, что и сегодняшняя конференция – еще один шаг к укреплению наших деловых и дружеских отношений. У Краснодарского края с Германией давние партнерские отношения, у Краснодара, Геленджика и Сочи есть города-побратимы в немецких землях, а внешнеторговый оборот в прошлом году между регионом Федеративной Республикой достиг 180 миллионов долларов. Конференция городов-партнеров России и Германии продлится в Краснодаре до 30 июня. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. В Сочи накануне определился второй финалист Кубка Конфедерации. Им стала сборная Германии, которая на стадионе Фишс со счетом 4-1 разгромила команду из Мексики. И это был заключительный матч Кубка Конфедерации в Сочи. Об итогах проделанной работы на пресс-конференции говорил заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко. Удалось ли принимающей стороне удержать высокую планку в организации столь масштабного события, расскажет Ольга Десятого. Подводя предварительные итоги Кубка Конфедерации FIFA 2017, Виталий Мутко заявил, что все четыре города, где проходили матчи, ответственно подошли к организации соревнований. Одно из ноу-хау, которое было введено, это паспорта болельщиков. Именной фан-айди дает не только привилегии, но и обеспечивает безопасность во время проведения турниров. Это новая функция, которую мы включили. Паспорт болельщики позволяет сегодня десятка тысяч людей въехать без визы на территорию страны. Он является, по сути дела, визой. И в электронной форме, и в такой форме. Вот мы сегодня видим, что этим правом уже воспользовались в районе пяти тысяч иностранных граждан. Что касается Сочи как города-участника, то инфраструктура, транспортная логистика, сервис и атмосфера заслужили самой высокой оценки. Спортивное наследие будет задействовано не только на предстоящем чемпионате мира в 2018 году, но и станет базой для развития курорта, как одного из футбольных центров страны. Сейчас в Адлере поезд вополе. Анатолий Канас забрал сейчас локомотив в стадион. Дальше мы с ним несколько лет назад создали целые четыре или пять полей. Это спутник спорт. Мы ставим на реконструкцию стадион Метревелли. Мы его приведем просто по стандарту высочайшему. Не обошлось и без вопросов. Про национальную сборную на просьбу журналистов оценить игру наших футболистов по школьной пятибальной шкале Виталий Мутко ответил крайне метко. Сейчас нет оценок. Сейчас ЕГЭ сдаешь и вперед. Я считаю, что они сдали ЕГЭ на плённый балл, который позволяет им в следующем году участвовать в турнире. Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи сегодня на устах у болельщиков со всего мира. Такой радушный прием развеял все мифы иностранных СМИ и доказал – Россия открытая, свободная, а главное – безопасная страна. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ. Ну а победитель Кубка Конфедерации станет известен 2 июля. Финальная встреча состоится в Санкт-Петербурге. Там пройдет матч между Германией и Чили. В этот день во всех городах-организаторах Кубка пройдут праздничные мероприятия в честь закрытия главного футбольного события года. В Сочи главной площадкой станет Южный Мол. В 17 часов гостей и жители курорта ждут любительские соревнования и мастер-классы по уличным видам спорта, экстремальное мото-шоу. Будет открыта универсальная площадка для воркаута. Также состоятся соревнования по экстремальному самокатному спорту среди любителей. Помимо этого состоится первый этап лиги нынешнего сезона по стронгмену. Там же выступят известные исполнители СТ и группа 2517. Задаст ритм празднику популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Кроме этого на праздник в Сочи приглашены игроки сборной России по футболу. Организаторы не раскрывают их имена, однако обещают взять автограф у известных спортсменов. Смогут все желающие. А в 9 вечера на большом экране, который установлен на площади, начнется прямая трансляция финального матча Кубка Конфедерации. Входные мероприятия свободны. К другим новостям. Транспортная безопасность стала темой номер один на съезде Российского автотранспортного союза. Сегодня в Сочи состоялось последнее заседание. В его работе приняли участие руководители территориальных управлений и администрации города. Подвели итоги работы за первые 6 месяцев 2017 года и обозначили основные вопросы и проблемы, которые необходимо решить в кратчайшие сроки. На одном из совещаний побывала наша съемочная группа. Транспортная безопасность и повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности – вот лишь малая часть тем, которые обсудили в ходе совещания. Поговорили и о новых полномочиях, связанных с более углубленным и тщательным регулированием рынка транспортных услуг в стране. Речь будет идти о высокогабаритном контроле в режиме фото-видеофиксации, о контроле за взыманием платы за пользование инфраструктурой федеральных автомобильных дорог транспортными средствами грузоподъемности свыше 12 тонн. Успехи работы во многом зависят от сотрудничества службы департаментов. Так, в Сочи только за июнь 2017 года провели больше 10 совместных мероприятий. Ространснадзор, администрация города в лице департамента транспорта, сотрудников департамента транспорта в лице сотрудники ГАИ провели 11 рейдов, по результатам которых составлено 25 протоколов и будет взыскано штрафов на сумму более 400 тысяч рублей. Традиционно летом, когда школьники отдыхают в лагерях, актуален вопрос организации детских перевозок. Участники съезда считают, что предпринимаемых мер недостаточно и они не приносят нужных результатов. В связи с этим поставлена задача добиться снижения детского травматизма за счет увеличения ответственности тех, кто эти перевозки организует, автотранспортные предприятия, руководители школ, дошкольных учреждений и других детских организаций. В Сочи прошел координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Бизнесмены обсудили с главой города Анатолием Пахомовым вопросы предоставления предпринимателям муниципальных площадей на долгосрочной основе и ряд других проблемных вопросов. Субъекты малого и среднего предпринимательства являются резервом для развития экономики, поэтому администрация города наряду с остальными органами исполнительной власти оказывает бизнесменам поддержку информационную, консультационную, финансовую и имущественную. Это и предоставление льготных микрозаймов по ставкам от 6 до 10 процентов, а также нежилых помещений для предпринимательской деятельности. На сегодняшний момент выделено 16 объектов имущества у нас по городу Сочи. Они представляют из себя помещения для осуществления деятельности по производству товаров, работ, услуг. В данный момент порядка 11 занято. На совете был рассмотрен вопрос дальнейшего расширения перечной площадей для бизнеса. У муниципалитета есть свободные помещения. Теперь важна заинтересованность предпринимателей. Аренда мест предоставляется по льготным условиям на долгосрочной основе. Но, как отметил Анатолий Пахомов, почему-то заявок поступает немного. Помните, я проехал даже по всем районам и всем сказал, если вам понадобится какое-то место для торговли, для любого дела, и это будете лично вы, а не будете передавать в аренду, я готов вам решить эти вопросы. Их сказал обращаться лично ко мне. Ни одного меня что заволновало. Это первый случай. Второй случай. Вопросы возникли, что вот, там на Красной Поляне. Мы туда поехали, там приехало 3-5 человек. Да-да-да? А? Ну, 2 или 3, я помню. И, естественно, там мы решили для них эти вопросы даже принципиально. Ну и все. Тем не менее, количество предпринимателей в Сочи растет. Это порядка тысячи субъектов в год. Связано это с ростом населения города, в частности, активным потоком граждан со всей страны. Но большинство таких приезжих бизнесменов не становится на налоговый учет и ведет серый бизнес. Отсюда и нарушение трудового законодательства. Людям выплачиваются зарплаты в конвертах и не заключаются договоры. С этой проблемой активную борьбу ведет созданная администрация комиссия и краевая инспекция по труду. Только за прошедший год было выявлено порядка 70 тысяч нарушителей. И работа в этом направлении продолжается. А предпринимателям мэр посоветовал обратить внимание на сотрудничество с туроператорами. Это принесет выгоду не только отелям, ресторанам, но и этнотуризму. Мэр заверил, что будут приниматься все действенные меры по поддержке малого и среднего предпринимательства. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. И продолжаем выпуск. В Южном региональном поисково-спасательном отряде в Сочи проходят сборы по десантной подготовке. Всего в тренировке задействовано 20 человек. Это сотрудники отряда, а также спасатели из Крымска, Адыгей, Краснодара и Туапсе. В первый день они отрабатывали навыки спуска по веревке на скалодроме, после чего приступили к работе с борта вертолета Ми-8. Спуски на ограниченную площадку выполняли с высоты 10, 20 и 30 метров. Также сотрудники МЧС отрабатывали подъем на борт воздушного судна в паре. Спасатели и условно пострадавшие. В связи с летним периодом участились туристические походы, где частенько случаются чрезвычайные ситуации, в которых незамедлительно нужно доставить человека в больницу. С неделю назад у нас случился перелом ноги у мужчины на Большом Фишинском леднике. И благодаря вертолету мы смогли быстро, эффективно доставить его на базу ЮРПСО и передать скорой. Накануне спасатели выполняли десантирование вдоль русла реки и подъем пострадавшего на носилках с использованием бортовой лебедки. Сегодня сотрудники МЧС отработали десантирование в условиях горно-лесной местности. Завтра планируют проводить спуски в акватории моря. Подобные сборы спасатели проводят три раза в год. Кубанские школьники отправились в кругосветное путешествие по родному краю. В походе подростки проведут почти два месяца. На велосипедах, рафтах и пешком им предстоит преодолеть расстояние в 2000 километров. Старт кубанской кругосветки дали сегодня в Атамане. И сопровождают школьников пять инструкторов. В своем микроблоге глава региона Вениамин Кондратьев пожелал юным путешественникам ярких впечатлений. Экспедиция, созданная Константином Мержоевым, – отличный пример организации детского туризма. В этом году в кругосветку отправится 20 парней и девчонок. Желаю ребятам удачи. Прекрасные каникулы, лучшие и представить сложно. Кубанская кругосветка состоит из нескольких этапов. Из Атамани подростки доедут на велосипедах до Красной Поляны. Затем уже пешком доберутся до хутора Ильич в Отрадненском районе. Потом по руслам рек Кубань и Уруб достанется Кавказка. И оттуда опять на велосипедах вернутся в Атамань. Во время путешествия школьникам придется отказаться от телефонов и планшетов за 50 дней. Своим родителям они смогут позвонить лишь 4 раза из определенных населенных пунктов. Ну а для сочинских школьников продолжается эко-лета. На досуговых площадках курорта проходят акции «Растем вместе», в рамках которых юные сочинцы высаживают деревья и разбивают клумбы. Экологический десант сегодня высадился на площади перед Домом культуры «Юбилейный». На акцию «Эко-лета» собрались ученики 10-й школы. Мероприятие поддержал ветеран Великой Отечественной войны Василий Карих. Он отметил, насколько важно сохранять мир и природу вокруг нас. Вместе со школьниками позже Василий Алексеевич возле Дома культуры высадил дерево – молодую яблоню. Ну а дети в это время обустроили здесь же вот такую яркую клумбу в форме палитры с красками. Ее украсили десятки разных ярких цветов. Ведь цель – эко-лета – не только сохранить, но и приумножить зеленое богатство курорта. К счастью, у нас очень много помощников, которые принимали участие в приобретении саженцев, которые пришли гостями. Это наши депутаты, это совет ветеранов. И сегодня конкретно это был, конечно, ТОС Домской. Кроме того, у нас в городе открывается, строится два новых парка, поэтому дети примут участие в изделении новых парков. Поэтому эко-лето будет самым интересным, запоминающимся для них. На всех 145 детских досуговых площадках, которые открылись в Сочи 1 июня, все три летних месяца будут проводить мероприятия с природоохранным содержанием. Так в городе решили поддержать год экологии. Дети будут высаживать самые разные растения, в том числе эвкалипты, которые когда-то помогли справиться городу с малярией и сегодня продолжают бороться с комарами. Например, на приклубной площадке Дома культуры Дагамыс появилась целая аллея из этих деревьев. Юные сочинцы высадили 12 полезных растений. В Сочи сегодня отчествовали заслуженного учителя. Ветеран труда Вера Шибалова отмечает свой юбилей. Сегодня ей исполнилось 90 лет, причем 59 из них она проработала в системе образования. Свой юбилей Вера Шибалова отмечает по-учительски, как открытый урок, посвященный ее профессиональному и жизненному пути. Работать учителем начала в родном Семипалатинске, 16 лет. Сначала педагогом начальных классов, затем директором двух школ. Руководила она и Домом пионеров в Сочи, а после стала заведовать городским управлением образования и науки и являлась депутатом городского собрания Сочи. Находясь на заслуженном отдыхе, Вера Шибалова продолжает вести активную общественную жизнь. Педагог с 59-летним стажем – это гордость нашего города. И сегодня 90 лет Вера Андреевна остается активным участником всех социальных событий города. Она активно работает в общественной организации «Герои Отечества». Она награждена высокими государственными наградами за свою трудовую деятельность. Среди них орден Трудового Красного Знамени и знак города Сочи, почет и признание сочинцев. В день рождения рядом, как и всегда, друзья, коллеги, самые близкие и родные люди. Все они высказали самые теплые слова и пожелания. Кстати, дети Веры Андреевны тоже избрали учительские профессии. Дочь Валентина Гарьевна – учитель истории, сын Борис Гарьевич – директор 13-й школы. Главная, наверное, забота моей мамы, которая успевает не только заниматься в обществе ветеранов, героев Отечества, ходить по школам, выступать перед пионерами, но еще и находить минуту для каждого ребенка, который есть в нашей семье. А семья у Валентины Андреевны большая и дружная. Как своим детям, так и всем сочинцам. Заслуженный учитель и наставник, говорит, самые важные пожелания. Живите, трудитесь и родину любите. И пусть поколения, которые будут, и те зерна, которые вы подсеете, взойдут золотым колосом, а не чертопорожным. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи пора выпускных. Сегодня общегородской бал у школьников. А накануне студенты Сочинского института Российского университета дружбы народов прошли по красной дорожке. А 700 выпускников получили заветные дипломы о высшем и среднем профессиональном образовании. Расскажет Татьяна Говоркова. В этот вечер территория Сочинского института превратилась в грандиозный перформанс под открытым небом. Сцена, музыканты, красочные фотозоны. А за уютным столиком в шатре собрались почетные гости праздника. Вуз это у нас топовый в городе и уже свою планку держит довольно большое время. Процветания желаю данному вузу, удачи. Ну а Надежде Ивановне корабль свой уверенно вести, как она уверенно ведет, и я думаю ей все по плечу. Востребованность специалистов, которые выходят с этого вуза, она довольно-таки высокая. И не только в нашем городе, но и в других городах нашей Российской Федерации. Во взрослую жизнь Сочинский институт Рудуэн в этом году выпустил 700 выпускников. Среди них отличники учебы, участники конкурсов и спортивных соревнований, победители Олимпиады, волонтеры, принимающие участие в масштабных мероприятиях. Так, например, Георгий Пархоменко, которому выпала честь пронести российский флаг, был отмечен Международным паралимпийским комитетом, как лучший волонтер. Уже с первого курса мы принимали участие как на Олимпиаде в качестве лингвистической поддержки, так и на Формуле-1 и практически всех дальнейших мероприятиях, которые проходили в городе Сочи. Я безмерно благодарен, конечно, нашим преподавателям, которые действительно мало того, что помогали нам учиться и давали знания, так еще и плечом к плечу работали с нами на этих мероприятиях. В адрес выпускников в этот вечер звучали слова на путстве от депутатов, представителей района и городской администрации. Ну а самые главные пожелания, конечно, от директора родного вуза. У каждого есть свое предназначение и определенная роль. Я горжусь вами, коллеги, выпускники. Я горжусь преподавателями, которые все сделали для того, чтобы ваш диплом был заслуженный. Дипломы о высшем и среднем профессиональном образовании выпускники получали вместе с благодарственными письмами от главы города, городского собрания, Сочи, районной администрации и общественной палаты. Церемония транслировалась на канале YouTube. Стали известны подробности проведения международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2017». Конкурс Сочи примет уже в третий раз. Хедлайнером музыкального шоу станет мировая звезда Робби Уильямс. Он известный британский исполнитель, автор песен, актер. За характерный тембр голоса и манеру исполнения Элтан Джо назвал Уильямса Фрэнком Синатрой 21 века. Британский певец на сочинской сцене исполнит семь своих хитов в день закрытия конкурса. Международный конкурс «Новая волна» состоится в Сочи с 8 по 14 сентября. В разные годы почетными гостями праздника музыки становились мировые звезды, в числе которых Стиви Уандер, Том Джонс, Энрики Иглесиас, Тони Брэкстон и другие. В 2016 году на конкурсе выступил «Стинг». В этот раз конкурс пройдет на новом месте в Олимпийском парке, где специально для мероприятия возведут «Нью Уэйв Холл», сообщают организаторы. И в завершение информация от партнеров программы. Стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П. Порядочность, последовательность, профессионализм оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Стоматология «Скаковский». Работаем без выходных. Мы не лечим зубы, мы улучшаем качество жизни. Наш адрес – микрорайон «Бытха», жилой комплекс «Идеалхаус». Продолжение следует...